савади краб привет всем сегодня расскажу вам и покажу место которое однозначно стоит посетить находясь в бангкоке и это safari world первое куда попадаешь находясь в сафари волк это сафари тур здесь проезжая на автотранспорте по открытой территории можно посмотреть огромное количество животных которые живут в этом зоопарке если вы едете на сафари на микроавтобусе как в нашем случае лучше садиться за водителем поскольку там гораздо лучше обзор и меньше бликов от солнца сама территория разбита на сектора где живет либо один либо несколько видов животных включение составляют птицы которые плевать хотели на любое правило во время сафари мы увидели большое количество хищных так и травоядных животных сама территория выглядит очень ухоженно и животные чистыми и здоровыми существует и второй способ проехать сафари это на джипе мы этот вариант не учитывали не узнавали за него просто читал о нем в комментариях люди писали что это гораздо удобнее так как можно ближе подъехать к животным и подольше постоять в определенных локациях увидевая стал мы конечно же подумали не наши ли они и как оказалось действительно часть аистов прилетает на зимовку сюда с восточной европы по окончанию сафари у вас есть немножко времени для того чтобы посмотреть остальных животных до начала программы в зоопарке нас первыми встречают попугаи ары они не особо игривые и контактные но их можно пофотографировать поснимать на камеру вообще в таиланде обитает 7 видов попугаев 4 из которых встречаются очень очень редко но вроде как всех их можно увидеть зоопарке также здесь обитают джако амазона и кокоду после птиц мы отправились посмотреть кенгуру кенгуру по праву можно назвать необычным животным так как оно не похоже на ни один другой вид здесь их можно покормить кукурузкой после чего они мирно отдыхают в холодке далее на нашем пути повстречалось семейство капибар капибары относятся к роду грызунов и являются самыми большими грызунами на планете питаются они в основном травой и овощами их можно погладить с ними можно поиграть а также возникает невольное желание завести себе такую дома но гуляя по зоопарку необходимо следить за временем чтобы не пропустить шоу первое шоу куда мы попали это адская смесь индийского боевика и джеймса бонда сюжет в представлении весьма классический есть плохой дядька который хочет уничтожить весь мир есть группа хороших дядек которые готовы ему навалять и спасти весь мир здесь нужно отдать должное что сами актеры играют довольно профессионально и постановка выполнена отменно тут стреляют с настоящего оружия также взрывается бомба горит вода ездят водные мотоциклы но если вы боитесь громких выстрелов и взрывов вам лучше воздержаться от этого представления также если вы хотите остаться сухим после представления не садитесь на первые четыре ряда и вот наглядный пример почему также после представления можно пофотографироваться с муляжами военной техники и актерами игравшими в представлении далее мы увидели парочку моржей один из которых из-под тишка брызался водой взевающих зрителей на территории зоопарка также есть аквариумы где обитают разнообразные рыбы в жаркую погоду укрыться от солнца можно посетив огромный аквариум с морскими коровами здесь можно расслабиться самому и посмотреть как морские коровы неспешно щиплют травку и плавают в огромном аквариуме далее мы попали на шоу слонов они тоже участвуют в представлениях и довольно хорошие актеры также слоны довольно хорошие футболисты как оказалось еще хоботом они умеют запускать дротики пока идет представление можно купить нарисованную слоном картину цены невысокие около 300 бат после слонов мы отправились на шоу дельфинов во время представления дельфины выполняют множество трюков катают своих инструкторов мячики выпрыгивают из воды в целом дети очень довольны таким представлением в конце шоу за отдельную плату можно пофоткаться с дельфинчиком далее мы попали на шоу морских котиков шоу веселое и довольно таки динамичное но более рассчитано для детей в целом морские котики довольно смешные животные во время шоу они хлопают ластами ловят разнообразные круги играют мячиками также шоу разбавляют появление других животных после представления с морскими котиками мы попали на дерево птиц это очень большой вольер где на деревьях обитают солнечные аратинги на входе в вольер можно приобрести корм для птичек и покормить их это вызывает огромное удовольствие у всех посетителей так как птицы заприметив корм слетают со стаями сидятся на плечи на руки и начинают его кушать так же в зоопарке представлено большое количество разнообразных косуль кос и других парнокопытных животных финальное театральное представление было в стиле комедийного вестерна здесь взрываются декорации происходят драки и перестрелки между преступниками и шерифом и снова декорация сценария актерская мира на высоте по окончанию представления можно и символическую плату пофотографироваться с актерами после просмотра представления мы отправились в следующую локацию по дороге мы посмотрели речку где плавали лебеди а также посетили вольер где обитают множество крокодилов последним представлением о программе было шоу птиц в начале нам рассказали какие птицы обитают в зоопарке а также в центре спасения птиц во время шоу попугаи выполняли разнообразные крюки фокусы и задания орел также позабавил зрителей пролетая над их головами а также охотясь на шарики которые зрители держали над головами в конце представления на сцену вышла стая фламинго которые по внешнему виду не понимали что здесь происходит и почему их сюда позвали так как зоопарк большой то безусловно с первого раза все локации посетить невозможно поэтому на сайтах которые продают билеты есть акция где продают годичный билет за 1100 бат резюмируя нам понравился world safari это здоровенный зоопарк с множеством животных чистой ухоженной территории с развлечениями хороший шоу программы все торговые лавки на территории зоопарка где продают напитки а также еду закрываются ровно после окончания последнего шоу поэтому если вы голодные либо хотите пить позаботьтесь об этом заранее а отдохнуть после жаркого и насыщенного от эмоций дня мы отправились на берег чао прай где вовсю уже кипела ночная жизнь банкока спасибо за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайки и подписывайтесь до новых встреч до новых встреч